Почему древние мамонты бизнеса оказываются на обочине, а крохотные стартапы с самоучками у руля взрывают мир бизнеса? Книга «От хорошего к великому» Джима Коллинза в нашей еженедельной книжной рубрике на InvestFuture. Джим Коллинз – бизнес-консультант, известный всему миру своими научными исследованиями в области управления. Карьера Коллинза начиналась в высшей школе бизнеса при Стэнфордском университете. В 1995-м он открыл лабораторию менеджмента. Да, бывают и такие – в Колорадо. Здесь он до сих пор проводит исследования и обучает управленцев из частного и государственного секторов. Уже более 20 лет Коллинз и его команда изучают разные компании, от стартапов до долгожителей. Помимо научной карьеры для своей лаборатории Коллинз также успел посотрудничать с самыми разными организациями – и с медиками, и с религиозными ассоциациями, и с морскими пехотинцами. И даже поработал в компаниях «Калибр Макинси» и «HP». И даже побыл директором такого медиамагната, как CNN International. В 2017 году Форбс включил Коллинза в число 100 величайших ныне живущих бизнес-мыслителей. Ну и Джим на основе своих работ написал бизнес-хиты, ставший классикой деловой литературы. Он является автором и соавтором шести книг, написанных на основе его исследований. «Великие по собственному выбору», «Как гибнут великие», «Построены навечно», «От хорошего к великому» и другие. Книги переведены на десятки языков мира и неоднократно попадали в список бестселлеров. Гость нашей рубрики сегодня – книга «От хорошего к великому», которая разошлась в 2001 году многомиллионным тиражом по всему миру. По заверениям самого Коллинза, книга будет полезна как руководителям крупных организаций, так и владельцам малого бизнеса и даже наемным сотрудникам, которые мечтают открыть свое дело. И сегодня мы обязательно разыграем один экземпляр этой книги среди наших подписчиков. Джим Коллинз предлагает по-новому взглянуть на известную всем пословицу «Лучший враг хорошего». Будучи человеком, который много лет потратил на анализ принципов перехода от хороших показателей к выдающимся, он предлагает свою, можно сказать, обратную версию этой фразы «Хороший враг великого». Он настаивает на том, что проведенный его командой скурпулезный анализ отчетности почти полутора тысяч компаний США убедит даже самого заядлого скептика в правдивости именно его версии. Книга посвящена принципам формирования бизнес-элиты. Коллинз не утверждает, что он обладает каким-то особым рецептом трансформации компаний из середнячка в топы, но даже более того подчеркивает, что нельзя весь бизнес сделать элитным. Таким статусом должны обладать только лучшие компании. Эта книга своего рода энциклопедия элитного бизнеса. Причем Коллинз не просто исследует его, но и делится с нами результатами, приправляя это собственными мыслями и просьбой относиться к ним критически. Исследование Коллинза во многом как раз и ценно наличием этих мыслей и гипотез. Здесь есть размышления о том, существует ли особая стратегия преобразований, всегда ли успех выдающихся компаний основан на применении новых технологий, существует ли особая орг структура в элитном бизнесе, а также о том, какова реальная роль руководителя. Нельзя не упомянуть о приложениях, которые имеют самостоятельную научную ценность и будут полезны многим читателям, которые изучают бизнес. В приложениях Коллинз приводит детальные критерии отбора компаний, которые попали в итоге в финальную часть исследования, а также выжимку самых важных решений на каждом шаге отбора. Тут мы можем встретить множество компаний, о которых часто говорили у нас на канале, и ознакомиться с причинами их отсева или продвижения на следующий этап исследования. Особенно эти приложения зачаруют технарей. Для своего исследования команда Коллинза по ряду критериев отобрала 11 компаний из списка Fortune 500. Все примеры в книге базируются на эти 11 компаниях, а также на нескольких десятках компаний, которые участвовали в выборке, но не вошли в финальный пул. В максимально ужатом варианте суть путешествия от хорошей компании к великой заключается вот в чем. Первое. Идти вперед вопреки устоявшимся мнениям. Жить в парадигме лучше не враг хорошего. Не останавливаться на достигнутом, когда ты понимаешь, что уже показываешь достойный результат. Когда твое детище становится действительно великим, прибыль и денежный потолок должны стать аналогами крови и воды для здорового организма. То есть они необходимы для жизнедеятельности, но не являются сутью жизни. Второе. Нанимать руководителей пятого уровня или стремиться стать руководителем пятого уровня. Это люди, которые позволяют добиться исключительных результатов и обладают выдающимися личностными качествами. И у них в бэкграунде есть качество всех предыдущих уровней. Для таких людей главный успех компании, только после этого стремление к собственной славе. Принцип «сначала кто, потом что». Коллинз подчеркивает, единственный шаг, который будет действительно очень рискованным на пути от хорошего к великому, это если на ключевые позиции будут назначены не те люди. Четвертое. Необходимость смотреть в лицо суровым фактом. Для выжидывания и процветания обязательно необходимо жить в контакте с реальностью. Появился ли новый конкурент, изменились ли условия сбыта, изменилась ли целевая аудитория или ее требования. Все метрики необходимо тщательно отслеживать и своевременно на них реагировать, даже если необходимо сменить руководящий состав, который не желает выходить из зоны комфорта. Здесь же Коллинз дает несколько управленческих советов, которые должны помочь справиться с критической ситуацией, если уж ее проявления все проморгали. Он призывает руководить с помощью вопросов, а не ответов. Действительно, Коллинз не первый человек, который подчеркивает важность владения навыком слушания. Вспомните хотя бы слова Стивена Кови, сделавшего слушание фундамент одного из своих самых прославленных навыков. Далее Коллинз рекомендует не стесняться вовлекать коллег в горячие споры, но и это очень важно, избегать при этом принуждений. А если идет обсуждение какой-то ужасной ошибки, которая, возможно, даже стоила компании целое состояние, автор призывает искать истоки этой ошибки, но не ставить во главу угла поиск ее виновников, потому что они сами все прекрасно знают и понимают, но проблему это уже не решит. Не пытаясь выявить виновника, вы делаете важный шаг на пути создания в компании такого климата, в котором правду не скрывают. Пятый пункт – создание собственной концепции ежа. Этимологию сейчас подробно не будем разбирать, в книге она описывается, но скажем лишь о сути. Главное – понять, в какой области ваша организация может быть лучшей в мире. И одинаково важно понять, в чем она не может быть лучшей в мире. И самое важное – не отталкиваться от того, в чем она хотела бы быть лучшей в мире. Эта концепция представляется в виде трех пересекающихся кругов, каждый из которых отвечает на один из вопросов. В чем мы можем быть лучше? Как работает наша экономическая модель? И что мы особенно любим делать? Конечно же, создать концепцию ежа можно только в случае совпадения в ответах на все три вопроса. Шестой пункт – антибюрократия и самодисциплина. Бюрократия нужна, чтобы управлять неправильными людьми на корабле, тем, у которых есть проблемы с компетентностью и дисциплиной. Обратная сторона бюрократии – уход лучших специалистов. Следовательно, лучший подход – не развивать бюрократию и стараться привить дисциплину недисциплинированным людям, а изначально нанимать людей с хорошей самодисциплиной. Седьмое – новые технологии. Стоит акцент на правильном применении технологий, потому что они могут стать акселератами роста, но они никогда не станут творцом этого роста. Автор ирестрирует посыл истории с жизнью. Во время войны во Вьетнаме в Соединенных Штатах была самая современная армия в мире. Ставка на технологии создавала иллюзию неуязвимости. Американцы нуждались не в технологиях на самом деле, а в простой и последовательной концепции ведения войны, которую бы технологии поддерживали. Но они кидались от одной неэффективной стратегии к другой, никогда не одерживая верх. Восьмой – эффект маховика. Рядовые компании, массовка бизнеса, руководствуются страхом отстать и остаться позади. Поэтому они достигают посредственных результатов и довольствуются ими. Великие же компании стремятся к совершенству того, что они любят делать больше всего и в чем они лучше всех. Они двигаются естественно и не обращают внимания на окружающий шум. Они понимают силу процесса последовательных улучшений и акцентируют внимание сотрудников на реальных результатах, которые на первых порах могут быть незначительными. Такие компании демонстрируют своей команде и инвесторам, как это укладывается в общую концепцию развития бизнеса. Если делать именно так, то и сотрудники, и инвесторы, по заверению Коллинза, будут видеть и чувствовать, что потенциал растет, и будут исполнены энтузиазмом. Это и называется эффектом маховика. Коллинз уверен, что многие организации могут перейти от хорошего к великому, если усвоят уроки, приведенные в его книге. Он говорит, что проблема в том, что люди тратят свое время и силы не на то. Заканчивая работу над рукописью, Коллинз задавал себе вопрос, за сколько он согласился бы не издавать эту книгу, учитывая, что работа заняла у него пять лет. И говорит, что даже сто миллионов долларов не заставили бы его отказаться от проекта, так как он живет ради зова сердца, учить людей. Хотя данный в конце книги ответы на частые вопросы позволяют понять, что тут мы все же имеем право заподозрить его в том, что уверенность в себе переросла в самоуверенность. Послушайте, я предполагаю, что компании, которые сейчас являются великими, используют и от хорошего к великому, и построены навечно, чтобы понять, почему они стали великими, чтобы продолжать делать то, что позволит им удержать эти показатели. Судя по всему, отличный маркетолог и аналитик Джим Коллинз является также неплохим стратегом. Посудите сами. Он заранее объясняет ответ на вопрос, который обязательно возникнет у коршунов, когда выбранные для исследования компании столкнутся в реальности с какими-то сложностями и перестанут соответствовать его же критериям выбора, среди которых один из главных – 15 лет непрерывной успешной деятельности. После 15 лет в пучине дрязг и провалов. Любая компания, неважно насколько она великая, испытывает время от времени трудности. Нет таких компаний, чья история была бы не отмечена спадами. Главное – это не отсутствие трудностей, а способность справиться с ними и стать еще сильнее. Компании должны помнить, что отказ от работавших внутренних принципов, приносивших успех, приведет к неминуемому откату назад, потому что величие – это не один какой-то элемент, а комбинация всех элементов бизнеса, действующих совместно и последовательно. Цитата. Судя по всему, спустя пару десятилетий после выхода книги есть два лагеря. Представители первого, к которым относится, например, редакция Форбс, считают книгу величайшим даром бизнес-сообществу, и они прощают Коллинсу и логические огрехи, и некоторую бравадность. Ну а вторые, из которых, наверное, многие – это поклонники Насима Талеба, воспринимают изложенную информацию как умение красиво поводить вилами по воде, говоря о том, что в книге расписывается известная из отчетов история компании. Ну и также многие посмеиваются над такими терминами, как руководители пятого уровня и концепция ежа. Ну вот якобы можно было и без таких изысков обойтись. Впрочем, если абстрагироваться от этого противостояния и оценивать только научный труд, нужно признать, что Коллинс и его команда проделали большую работу. Они смогли изложить свои мысли так, что это не похоже на учебник по экономике, который хочется взять в руки только перед самым сном, когда не получается уснуть. Даже если вы не относитесь к категориям людей, на которых нацелена эта книга, вам ее содержание будет определенно интересно именно с позиции инвесторов, потому что здесь изложены десятки историй, которые оголяют причины стремительного взлета одних компаний и удивительного падения других. То есть Коллинс, может быть, даже не вкладывая эту идею изначально, помогает нам правильно расставить приоритеты в поиске и анализе информации, а это очень важный аспект, когда вы приходите на фондовый рынок с чувством властелина мира и точно не хотите потерять свой вложенный капитал. Ну и теперь, друзья, книжный конкурс напоследок. Если вы хотите получить книгу Джима Коллинса «От хорошего к великому» «Good to great» в подарок от InvestFuture с моими теплыми пожеланиями, то, пожалуйста, проверьте, что вы подписаны на наш канал, нажали на колокольчик, поставили лайк под этим видео и напишите абсолютно любой комментарий под этим видео, желательно все-таки цензурный. И ровно через неделю мы объявим имя победителя. Ну а в нашем прошлом книжном конкурсе побеждает Максим Коростылев. Максима поздравляем и просим написать нам на почту info.sobakainvestfuture.ru, чтобы мы могли отправить вам книгу в подарок по реквизитам, которые вы сообщите. У меня на этом на сегодня все, друзья. Спасибо и до новых встреч в нашей книжной рубрике. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта InvestFuture.